А сегодня не много женщин найдешь, которые интересовались бы вот именно смыслом жизни. И вот второе письмо твое когда прочитал, вот ты пишешь, что много прочла, вот всего такого, да, и так и не определилось бытие, для чего же все-таки человек, что из себя человек представляет, да. В Библии написано, что есть человек, что ты помнишь его. Давид вопрошал к Богу, он спрашивает, что есть человек, что ты помнишь его. За что для нас такая честь, когда Господь может уничтожить людей и создать, какие ему нужны просто. Ну да. Не такие грешные, да. А все-таки он нас любит, обращает еще внимание. Вот, вот мне что интересует. Ты вот говоришь, я искала, да, читала. Ну, а все-таки, ну, молодые, как правило, сейчас они не задаются этим вопросом. Ну, я себя вспоминаю, наверное, до 30 лет особо я не задавался этим вопросом. Ты думаешь, для чего ты живешь? Ну, сейчас вот, как правило, ответ, он такой, ну, в принципе, сфабрикованный. Люди говорят, ну, для чего детей родить, там, дом построить, вот, и деревья посадить. Это лозунг 20-го века. А лозунг, сегодняшний лозунг, лозунг 21-го века. Говори о жизни все. Ну, вот, и что это все-таки, определение какое для себя-то дошло? Что такое человек? Ну, знаешь, дело в том, что все-таки, ну, надо сказать и говориться, что все-таки я православная христианка, и все-таки, конечно, я уже мыслю в этом направлении. Я понимаю, я помню прекрасную фразу Серафима Саровского о том, что стяжать Дух Святой. И тут даже не в этом дело, что я не понимаю, в чем смысл. Я понимаю, я даже понимаю конечную цель. Но я не совсем понимаю, то есть я не понимаю, во-первых, себя, почему я знаю конечную цель, иду и постоянно, ну, как сказать, сворачиваю, что ли, не знаю. Причем цель-то какая великая, да, она же перекрывает все, там, я не знаю, все вот эти вот блага, которые сейчас есть и которые царят в мире, именно материальные. Вот. И я это прекрасно понимаю. Но я всегда себе удивляюсь, и я думаю, если я иду по этому пути и остаюсь неверной, то, значит, чего-то я недопоняла. Вот. И вот недавно я послушала лекцию, вот увидела у тебя на канале Фаста, да, Геннадия. Вот. И он говорил как раз о рождении свыше. И я, конечно, ответила себе на вопрос, что я не родилась свыше, да, и встречи у меня с Богом как таковой не произошло. Но вопрос остался вопросом. А как же встретиться? Что же сделать с собой? В твоих размышлениях препятствием стоишь? Материальные там блага какие-то, да, что якобы материально мешают встрече с Богом. Вот. Вопрос в том, как мы подходим к этой материи. Вот. И, ну как, приближаем ли мы ее к себе? Где богатство человека, там и сердце будет его. То есть, насколько привязка твоя. Можно иметь все, что, ну, ты, допустим, живешь, но считаешь его не своим. Вот, ну, знает, у тебя там телевизор какой-нибудь классный или телефон у тебя. Ну, потерял и все, и у тебя нет привязки к этой материи. И так же можно себя чувствовать. Да, но я не совсем об этом, конечно. Я не совсем про телевизоры и про... Ну, это совсем такой уж какой-то примитивный, да, да, такой понятный момент, что действительно там вещи-то, они как бы приходят и уходят. Они совсем не имеют, конечно, такой... Ну, хотя в какие-то периоды, наверное, имеют какую-то власть. Я, наверное, больше скорее имела в виду материальное. Это то, что когда я встречаю какие-то события в своей жизни, я начинаю... Нет этого какого-то смирения, получается, православного, да, нет какого-то... Я начинаю решать какие-то вопросы, какие-то проблемы. Понятно, ну, как бы без участия-то никак нельзя в жизни. Жизнь, она такая... Ну, всё-таки вынуждает на какие-то поступки. Но потом в какой-то момент я анализирую и понимаю, что я настолько вот это своевольничаю, и настолько мир поглощает меня, и настолько я ухожу от самого главного. То есть вот этого вектора какого-то, да, такого над... Ну, то есть перспективы какой-то, да, над... Для чего вообще всё это? Ну, собственно говоря, для того, чтобы, да, соединиться с Богом. По сути-то, да, жизнь-то она для этого. Но получается, что в процессе этой жизни, там, какие-то, я не знаю, там, с ребёнком какие-то вопросы, да, сложные, там, материальные какие-то. То есть начинаешь решать, и вообще теряется эта связь. Я вот, как бы, наверное, вот про это больше. Что меня, да, удивило? Я, конечно, слышала много историй, я же православный человек, про разных людей, вот когда я просмотрела про тебя видео. Во-первых, я увидела, что, ну, понятно, смирение, то есть приятие этого факта, я вот сколько дней живу с этим, я, наверное, ну, то есть я не могу вместить в себя это, да, каким образом у тебя происходил момент приятия вот того, что произошло. Вот, но более того, следующий этап после приятия того, что произошло, это радость от бытия того, которое тебе дано в тот, ну, вот, сейчас уже, там, последние, там, пятнадцать лет твоей жизни. То есть это какое-то смирение, вот я вот об этом говорю, смирение и какая-то радость. Весь секрет, вот именно, ну, как я сказал за телефон, там, за телевизор, да, ну, нам кажется, настолько это банально, настолько это прям, ну, вот, казалось бы, низко, да, об этом даже размышлять. Вот, а всё это материя, и эта материя, она, как бы, продолжается, у неё такая вот кривая, настолько она изогнута, что нам кажется, да, это всё ерунда, да, а мы часто, а материя, она вплоть до тела существует. То есть отказ от материи, он предполагает отказ от собственного тела. Ну, конечно, не в прямом смысле слова, там, взять себе ноги, руки отрезать, да, глаза выколоть. Конечно, тело есть храм души, и мы должны, ну, с вебетом с каким-то относиться, потому что это всё-таки от Бога нам дано в определённое время, забрано будет, да, мы не можем распоряжаться им никак. Ну, опять же, отношение к этому телу, а начинается оно всё с чего? Нам только кажется, вот эта вот суета житейская, да, она, ой, суета, суета, всё, не могу, как загнанная лошадь, или как она там назвала себя. Я говорю, ну, а что стоит тебе вот это вот всё, вот там, разные, она там дочку и в одну школу, там, и в другую школу, и репетитор какой-то, и по математике надо подтянуться, там надо дом там огромный, и там надо, там надо сегодня строители приедут, понимаешь, у них свободные нет минуты. Я говорю, ну, а как если сесть, вот разобраться во всём этом, нужно ли это, да? А вот человек, ну, а как не нужно? Это вроде всё нужно. Вроде, знаешь, как вот эта курица-заседка под себя, под грибами, под грибами, да это всё нужно, нужно, как тот же этот, ну, Плюшкин, может, тоже образ такой. Нам кажется только вот, что, да вот проблема, проблема, она начинает разбираться, они мелочные, вот, от всего, казалось бы, вот, математики, ну, вот смотри, она у тебя, девчонка уже такая, 14-15 лет, и она сейчас подрастает, ну, как ты ей пообьёшь голову математику вот эту, да, если она не понимает, она, у неё душа не лежит вот к этому предмету, зачем ей репетитор, тем более она, смотри, она симпатичная, интересная, девушка такая подрастает, она сейчас недолго её заберут. Да, с руками, с ногами оторвут её у тебя тут же. И вот всё равно вот надо как-то перед другими вот что-то. А попробовать начни сейчас, опять же, вот, женщины, да, да и со своими, и с домашними, ну, вот, косынку давай оденем поближе к Богу. Ну, это знак перед ангелами тоже вот женщины, ну, то есть, молящаяся женщина покрывает голову. А надо, чтобы перед обществом камильфо выглядеть. Ну... Опять же, это всё, это всё материя, всё материя, всё относится к материи. Христианин, у него и на бытие, иное, иная жизнь. Что значит иная жизнь? Она противоположна просто. Противоположна вот этому мирскому устроению. То есть, мы должны... Вы хотите над нами смеяться, должны. Вот, по сегодняшним меркам. Раньше, раньше таких людей, в принципе, такого стяжательства не было. Люди все работали на земле со скотом были. И почему замечали христиан? К тому, как они любят друг друга, то есть, уважительным отношением друг к другу и к окружающему. Вот, а сегодня выделиться можно вот именно вот этим нестяжательством. Вы можете там, вот женщине, да, ну, это... Ну, и, конечно, на смех поднимут сразу. Там косынку нацепить на себя, юбку длинную, да? Ну, это же... А вот сегодня как... Сегодня женщина как рассуждает? Она не через это же спасается, правильно? Ну, не это ей спасение. Важно, что внутри человека. Вот. А наружнее не главное. Ну, внутреннее состояние, оно и есть воплощение внешнего. Вот. То есть, внешне мы видим, насколько внутренний человек сложен. Поэтому все к материи, все к ней подходит. Ты правильно все говоришь. Это же все... Ты думаешь, как? Конечно, я же периодически читаю, опять возвращаюсь, меня уносит, потом я опять возвращаюсь. И это, конечно, понятно, да, что это все надо презреть. Но это буквально несколько секунд сознания. А потом, когда ты выходишь из своей квартиры на улицу, встречаешь совершенно... Вот какого бы интеллекта у меня не было, сколько бы я не пыталась осмыслить, или что бы в голове моей не происходило, я попадаю, получается, в этот поток все равно. Понимаешь? Вот в чем дело. Я вот об этом говорю, потому что... Я понимаю, что ты об этом. То есть, вот, да, что вот нет этой... Может быть, я не права, я немножечко склонна к идеализации, да. Мне кажется так, что истинная вера, ты приходишь к ней, да, вот как-то однажды, да, и перестаешь просто... Ну как, грех в твоей душе, он просто потом не имеет места быть... Ему не место потом, когда ты осознанно приходишь там, ну, полностью осознавая и сердцем, и там, сознанием своим. А тут получается, что я смотрю на себя, я все время вплетаюсь в этот поток, начинаю так же стремительно там где-то бултыхаться в этом потоке, да, мирском. То есть, получается, я себе задаю вопрос, что я не так делаю, где я, где я ошиблась, почему у меня не произошло, да, вот этого полного осознания, чтобы я взяла и просто вот переродилась, да. И вот раз и навсегда, ну вот как, я не знаю, с чем это сравнить можно. Не знаю, там бросают курить люди, например, да, вот они говорят, все, я бросил все, и действительно они потом годами, там, да, десятилетиями... Так же и вот я об этом, о том, что, может, я идеализирую, свете не обладали, да, может быть, они осознанно усилием воли, да, каждый раз свои эти, гасили все эти, свои какие-то внутренние пожары, огни эти... Не знаю, как ты думаешь? Ну, этот вопрос, кажется, его идеализировать надо, что вот если поставлена цель, то ее нужно добиться. То есть, есть грех, да, и все, я подошел к тому, что нет греха. А так не бывает. Во-первых, нужно понять, что есть грех смерти, а есть не к смерти грехи. Вот, то есть, для христианина, если ты уже, если ты уже христианин, да, называешься христианин, ты внутренне чувствуешь это. Для христианина смертных грехов не существует, потому что к смертным грехам относятся уж слишком такие вещи, о которых апостол Павел говорит, они в собраниях даже именоваться не должны. Там блуд, там, знаешь, воровство, вот это все. Даже неверующий человек понимает, что это плохо делать. Но в нашей жизни существуют грехи, ну, можно сказать, духи, которые не подвластны нам, которые гораздо хитрее и мудрее нас. Они всегда находят такие лазейки в человеке, чтобы пробраться в его разум, вот, и искусить его. И, как написано в Откровении, что побеждающему Господь даст венец и облечет его белые одежды. То есть, побеждая, не победившему, а побеждающему именно. Понимаешь, когда именно мы идем по жизни и побеждаем эти грехи. Да, вот я споткнулся, все, я споткнулся. Ну, у нас инструмент очень хороший есть, это покаяние. Насколько мы каемся, понимаешь, в наших реках. Ну, да. И насколько осознаем их. А так, чтобы добиться, что да кто добивался людей. Вот, смотри, монахи уходили вообще в какие-то пустыни, там, в леса, под землю залазь, чтобы не грешить. И там их место находили, описывали свое там житие. И вот, опять согрешил тут, согрешил тут. Казалось бы, ты один живешь, там сидишь, один в пустыни ходишь. Ну, как ты можешь решить, да. А вот, видишь, даже через помыслы подходят. Ну, то есть, это процесс. Это процесс, и причем это сила воли, да, такой волевой. Это не просто однажды взять, проснуться, принять решение, и тогда получается это такая, как бы, ежеминутная такая, бдение такое. Ну, вот, вот так и есть. А этим самым мы показываем Господу, что мы живые, что мы, ну, что мы трудимся. По крайней мере, знаешь, кто такой человек? Вот. Вообще, слово человек, ну, это звучит гордо. Конечно, это звучит гордо. Это звучало, когда Господь создал Адама. То есть, человеком был назван человек в раю. То есть, представляешь, это совершенное существо было, это венец творения был, человек такой. А сейчас мы уже не человеки никакие. Мы очень глубоко испорчены и повреждены грехом. И сегодня Господь именно ищет таких людей, которые борются вот с этим. Осознали вот это повреждение, да, свое. Ищет исправление путей. Вопрос такой, насколько действительно я отношусь к самому себе, и я отношусь к Богу. Вот, насколько я честен перед самим собой, не обманываю ли я себе, нет, лукавство в сердце моем, знаешь. Ну, как, я сегодня согрешу, тут покаяюсь. Вот, такой преднамеренный, знаешь, грех. Ну, получается, что каждый грех, после того, как ты знаешь о Христе что-то, получается, что каждый грех получается преднамеренным. А как? Ну, конечно, нет. Ну, если ты говоришь себе, сейчас я согрешу, потом покаюсь, это преднамеренный грех. А если он произошел вот у тебя, ну, вот, понимаешь, ну, ситуация такая, бах, из тебя вылетело это слово, и все. Оно все улетело. Разве оно было преднамеренным? Конечно, нет. Искушение. Как этот Игнатий Бринчанинов, он писал, любит его тоже человека, а не цитировать, говорит, ну, в его там письмах, он говорит, вот сегодня я опять разгревался на свою там кухарку, но я покаялся, и Бог меня простил. Понимаешь, как? То вот он в простоте в такой, в детской простоте. И все. Лукавство, чтобы он не был у нас в сердце. Ну, да, лукавство-то, да. Двойная бухгалтерия такая. А если я, знаешь, вот, рождение, опять же, ну, есть люди, они по совести такие, в принципе, честные люди. Этот паразит был последние до 30 лет. Я просто увидел явно вот это перерождение, знаешь, когда один человек родился просто, не то что родился, а он осудил другого. То есть, вот, новый человек осудил ветхого человека. Какое-то из меня существо вышло, и оно противостало вот тому, которое было. Вот это вот ощущение, ну, я для себя так называю рождением, да. Но есть люди, которые, они изначально, ну, честные люди, добросовестные, да. Они как бы живут в мире, не согрешая такими страшными грехами. Вот. Тогда где это рождение его определить, как его определить? Может быть, и от любви, любви к Богу, насколько ты любишь его? Да вот можно любить, и так вообще. Я сама себе удивляюсь тоже, как бывает, что вроде всё понятно, всё живёт, и есть образы какие-то в голове, да, и всё есть, и понимание есть, вот такой Христос, за что Он умер. Вот, а скажи, пожалуйста, а вот ты сталкиваешься с… Ну, смешной такой вопрос получается, как будто ты уже такой святой. Ну да. Нет. Ну, то есть, ты сам-то вот в себе, как сказать, ну, бывают ли у тебя какие-то такие внутренние падения? Ты же вот, получается, ну, хотя нет, ну, контактируешься очень активно, я так поняла, с миром. Да, почему же не бывает? Конечно, и каждый день притч. Ежедневно. Да я в одном вон ролике там рассказывал. И домашние враги, помнишь, как Господь сказал. Ну, это не то, что они прям враги твои, вот они смерти тебе желают, а то, что духи подходят через них, через именно вот домашних подходят те, которые знают твои слабые места, которые бьют точечно, понимаешь? Вот есть такие вещи, которыми ты, ну, до конца не можешь, как бы, не то, чтобы побороться, а вот их, знаешь, отвергнуть от себя, что не мое это, и все. Вот через это они подходят. Опять же, через боль. Вот Господь, Господь благословил, да, вот так вот лежать мне, вот, и боли эти переносить. Типа, опять же, он помогает, я без него бы и не вынес никаких болей. А через боли все знают, что такое боли, правильно? Каждый однажды терпел эти боли. Ну, женщина любая там рожала детей, знает, что такое. Вот, боли человека, он не соображает практически ничего, он может все, что хочешь. Вот, вот через это он и искушает, и подходит сатана. Гнев, гнев, я вот не могу его никак через боль. А, ты не так делаешь, ты не сюда, ты не туда, понимаешь? Вот через это гнев, Господи, в это состояние. А это состояние, все, оно уже рушит весь мир. И мир и с Богом, и с окружающими. Ну, тут есть, опять же, и возвращаясь к инструменту покаяния. Тут же раз, раз, раз подмелся вокруг себя, вот эта вот, всю эту грязь там, примирился, у Господа прощение попросил, и все. И мир возвращается моментально. Настолько, ну, и что я рассказываю, сама знаешь. То есть ты человек обычный, живой, здоровый. Я склонна к идеализации, я подумала, может быть, ты что-то такое. Ну, это скорее, конечно, какие-то состояния больше, наверное, я имею в виду. Ну, потому что мы ищем постоянно какие-то идеалы в этой жизни, а их, по сути, нет. Это, знаешь, нам вот просто сейчас написали там вот «Жития святых», да, различные книжки там о людях таких высокого полета. А что, а их кто узнал близко? Ну, это же все литература, тем более она многократно исправлена. Да, я согласна. Конечно, читаешь, когда вот даже каких-то более ближних святых, еще как-то более-менее непонятно, видишь какие-то человеческие проявления. А те, которые были там давно, я не знаю, например, про Марию Египетскую, да, читаешь, и я просто до сих пор тоже вместить не могу всей этой истории, как она там просто на улице где-то там коренями питалась, голая просто, просто ужас. Вот такой переродился, вот такой. Наверное, я вот об этом и говорила, что человек переродился, и все. И вот она от блудной этой своей жизни отказалась и стала другим человеком. Я училась на актрису, и училась такая, причем вот если задуматься с православной точки зрения, да, потом как Господь меня отвел от этой профессии. То есть я не актриса сейчас, но работаю в театре, но занимаюсь там другими делами, да, там рекламой. Вот. Но просто удивительно, вот это средоточие человеческих, если я вот смотрю на своих коллег, тех, которые особенно молодые, начиная восходящие звезды. Я в таком хорошем театре работаю у Сергея Безрукова, не знаю, знаешь, с такого актера или нет, но в общем у него театр свой есть. Вот и Бригада, фильм Бригада, наверное, смотрел. Тот, который Христа им играл в бастер. Да, 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 вот и Христа тоже, да, да, да. Вот, и смотря на это, конечно, путь был долгий у меня, поэтому, как вам говорите, какие-то были серьёзные падения, особенно когда я ещё не знала о том, что это падение, и вообще не представляла себе, что это, мне казалось, что это нормальная жизнь. Ну просто годы, годы, годы какого-то бесконечного вот этого сопротивления внутри себя. Плюс я в прошлом году пережила такую полную исповедь. Я нашла книгу какого-то монаха, по-моему, из Соловецкого монастыря. Вот, и там было написано, что полная исповедь, она вам поможет, она поможет очиститься, и вы как бы преобразитесь. И всё, я загорелась, и я помню, что тяжёлая очень такая была. Меня даже не приняли там, не с первого раза. Так что, надеясь, я надеялась, конечно, что жизнь змеи, она действительно очень, как это, материя жизни, она изменила свою плотность, когда после этой полной исповеди я вышла, я помню, по улице у меня такое ощущение было, что действительно я там взлетела. Но потом опять вернулась обычная жизнь, через несколько дней, и жизнь опять поглотила, и поэтому так вспоминай, конечно, жизнь свою. становится порой стыдно до сих пор, и я уже даже понимаю, что вроде как уже не первый раз я исповедуюсь в некоторых вещах, но они вот просто сжимают сердце, не знаю, то ли это искушение такое, то ли это всю жизнь так будет. Ну это, видишь, это опять же наш выбор, местонахождение, опять же о том, где наше сердце, там и богатство, да. Мы сами выбираем, где нам находиться. Вот ты же сама выбираешь вот именно вот этот улей, которым тебе жужжат. Я не знаю других вариантов. Я знаю, москвичи, вот там две женщины, знаю, которые уехали сейчас, вот они издают квартиру в Москве, уехали, за город живут, и говорят, ой, такое спокойствие сразу. Москва очень тяжёлый город, очень страшный город, я бы даже сказала, страшный город. Я смотрю, вот у меня есть ребёнок, да, ему сейчас 13 лет, я смотрю на него и сравниваю с детьми, которые в провинции воспитываются, это небо и земля, правда, потому их расклевают уже здесь, с самого детского сада. Именно почему так происходит, я понимаю, потому что та информационная среда, в которой они живут, от неё никуда не деться, ты никуда не скроешься, ты выходишь на улицу, дети, которые играют, они, если даже мой ребёнок не смотрит телевизор, например, да, то он выходит в ту среду, в которой всё равно есть большинство практически детей, которые там смотрят этот телевизор, и они вот эту всю поконь в себя впитывают, как губка, и понятно, что американское кино, и понятно, что вообще, в принципе, как я смотрю, я сама-то не из Москвы, естественно, я там вообще из Сургута, просто так получилось, что я оказалась здесь, и вот как-то оказалась, и... Но очень сильно влияет, и очень жаль, очень жаль, ну, что делать, Москва уничтожает... А это, знаешь, это даже нельзя назвать средой питания человека, это для человека это чуждо, это всё равно, что взять, поймать птицу и поселить её в аквариуме с рыбами, то есть, когда Господь создал Адама, и Он поселил его в раю, чтобы тот возделал рай, ну, что значит возделал он-то, не такое понимание, что там, кусты опущивал или помидоры сажал, да, возделать рай – это значит быть соработником, со творцом Господу, то есть Господь предполагал, чтобы Адам участвовал в его делах, понимаешь, и всё потомство, которое бы пошло от него, именно это были люди, ну, именно богами с маленькой буквы, к чему и призывает нас сегодня Господь. Вот, и смотри, когда изгонял Он уже Господь Адама с Евой из рая, да, Он опять же поселяет его на землю. Это я помню, да. Чтобы Он возделывал землю. То есть вопрос в чём? Человека оторвали от земли. Весь вопрос в этом. Вот, все наши беды от того, что мы не трудимся на земле и перестали общаться с животными. Животные научают человека. Вплоть до муравья, вот как написано. Пойди, бездельник, к муравью научись. Посмотри, как он трудится. Вот тут же муравей, пчела. Вот ребёнок возрастает, да, в этой среде он же учится от животных. И мы будем отвечать за то, что мы сотворили. И мы же не только за себя мы будем отвечать за грехи наши, но и за то, что мы и детей наших увестили в такие условия. Они-то бедные, не виноваты. Вот мы сейчас смотрим на этих подростков, на этих негодяев, фаршивцев, которых мы и обличаем вот этими названиями, что там невыносимое общество. А это мы, сотвои, это наше творение. Да, да. Да, я согласна. Согласна, да, да, да. Ну что, непонятно, как из этого вырваться. Я не понимаю, не представляю себе, не знаю. Пока, во всяком случае. Я тоже думала об этом. Вообще, впервые, я сколько жила в Москве, никогда меня никуда не тянуло, в общем-то. А тут я стала думать о том, что действительно, ну чем дольше я живу здесь, тем больше что-то умирает внутри меня. То есть это действительно не среда для обитания. Это действительно какая-то, как передовая на войне, да. То есть вообще в первых шеренгах там сеча такая всё время с лукавым, потому что он здесь на каждом шагу везде. Конечно. Конечно. Сами лезем это пекло. А зачем можно? Можно и стороной обойти. К чему, конечно. Не знаю, кажется, что выхода нет другого какого-то. Может быть, он, конечно, и будет виден. Не знаю пока. Но я смотрю. Всегда выбор есть. Выбор всегда внутри нас. Ну да. Да, ну я так вообще не сельский житель, я не представляю. Хотя, конечно, ты вот вообще так хорошо сказал очень. Я тоже об этом размышляла. Размышляла и поняла это, что человек, у него очень много бед от того, что он с землёй разлучён. Потому что если бы у человека он добывал себе, вот как вот на земле жил, добывал, во-первых, не было бы праздности. Потому что на земле жить невозможно в праздности. Ты должен себе всё добывать. И возделывать землю, и дом свой содержать. То есть там уже не полежишь там перед телевизором. Конечно. Там исход, которому надо давать доить постоянно его. Но это становится нормой. Это нам кажется сейчас, что это невыносимый труд. Но я вот сейчас говорю, между прочим, люди и москвичей тоже, знаете, сколько уезжают сегодня, покупают. Они сначала так приноравливаются. То есть уезжают сначала на сезон, ну вот как бы потрудиться там, да. Но есть уже, которые и остаются много семей молодых. У нас вот мы тоже на сезон уезжаем, но на весну, лето, осень немного живём в деревне. Есть уже вот за последние три года две семьи молодые приехали уже на постоянное место родительства. И это по всей России вот это. То есть люди, я не знаю, может быть, осознают, может быть, Господь вот так вкладывает сердце. И люди радуются. Да, да. То есть человек, который сидел у телевизора у этого, он не видел счастья, ход своих дел, представляешь? А это он постоянно видит, как бы растёт там что-то, там умножается. Это великое счастье. Я когда смотрела, как у меня мама тут периодически в горшочках высаживает апельсин, например. И он, когда вырастает, я такого никогда не испытывала. То есть когда ты видишь творение рук твоих, то есть когда ты видишь то, что плод, вот как плод какой-то, да, это великая радость. Я согласна. Я понимаю очень хорошо людей, которые уезжают. Понимаю тех, которые приезжают, потому что я приехала когда-то тоже в этот город. И понимаю тех, кто уезжает. Опять же, возвращаемся, да, к материи. Если привязки нет, вот к месту работы человека, если человек привязывается, как в этом острове, помнишь, он говорит, ты любишь свою работу? Да, я люблю свою работу. Я не смотрела, к сожалению. Поэтому ни к чему вообще привязки не должно в этом мире быть. Вот такая случилась ситуация. Да ладно, ну и что? Слава Господу за всё. А всё в Господе, всё вот только как бы за всё благодарить. Вот к этому только учиться. Может быть, о себе опять же там что-то громко говорить. Ну, у меня, знаешь, у меня получилось. Вот последние три года я полностью... У меня были ещё какие-то привязки. Ну, хоть и лежишь, знаешь, всё равно там планы строишь. Это, это надо, то. Вот. И всё равно материя была какая-то... Людям была привязанность тоже такая. А сейчас всё, нет, я не знаю. Ну, это не моё, конечно, Господь дал это. Ты мне представляешь, какое счастье. Быть свободным от всего. То есть, вот сейчас вот смерть... Вот почему человеку часто умирать тяжело? Из-за привязки к телу. Тело – это в первую очередь. А потом идёт привязка к земному. Как один человек сказал, там мудрый какой-то... Что? Как это он сказал? Всё земное – это гири. Всё небесное – это крылья. То есть, чем тяжелее гири, привязанные к своим ногам, тем сильнее должны быть крылья. То есть, если есть привязка, то всё равно должны духовные побеждать. Вот как-то так. Ну, тут опять же получается, смотри, когда ты делаешь какой-то... Тоже выбор какой-то надо сделать, да, такой. И получается потом следовать и не жалеть об этом выборе. Вот. Потому что, ну да, понятно, земное гири, конечно. Но, а с другой стороны, вот есть, например, ответственность. Да, и как распознать здесь ответственность? То есть, это обязанность перед Богом. Я тоже ведь отвечу, да, перед Богом за сыном. Что вот, как... Но я вот воспитываю его практически одна. Я понимаю, что с ними я сейчас... Поменяю я там свою жизнь. Конечно, мне хотелось бы по-другому жить. Это понятно. Потому что меня ждет... А уже, Аленушка, ничего не получится уже. Всё испорчено, ты понимаешь. Уже всё оно. Но тут только мы сейчас все живем, как на вулкане. Нам надо... Мы сейчас все ждем перемен. Вот. Когда Господь уходил, Он сказал апостолам, сидите и ждите. Вот перед тем, перед Пятидесятницей, когда на них сошли огненный язык, и они... На них сошел Дух Святой. Вот сейчас на нас, на людях, на православных, вот такое же состояние. Мы сейчас сидим и ждем. Да, мы влезли в это, и виноваты, может быть, не мы. Родители наши, там, деды, прадеды виноваты в этом. Мне некого винить. Да и не надо виноватых искать. Вот, коль уж попали, значит, попали. Вот. И не изменить ничего. Ну, конечно, если бы он у тебя был бы сейчас с младенчиком, там, каким-то ему полтора месяца было бы, конечно, тут можно было бы. Ну, ты же сейчас приедешь, он понимает, что он уже тебя и растерзает мамой. Я здесь не хочу, я туда хочу. Да. Работать-то, конечно, не привык, это понятно. Ну, да здесь теперь как-то с Господом. То есть, опять же, договориться с ним как-то так, что, Господи, я не знаю, что делать. Я тебе отдаю на решай с этим вопросы сам. Но Господь тебе скажет тогда, ты согласишься, если я вот так-то и сделаю? Ну, ты еще не знаешь, как? Ну, конечно, это будет неприемлемо для тебя. Ты, конечно, будешь говорить, что нет, не надо так, Господи, я не хотел вот так, понимаешь. Но это будет от Бога уже. И это нужно будет принять. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, я понимаю. Я понимаю вообще очень хорошо, о чем ты говоришь. Про принять это вообще, это тема такая, это своеволие, которые все время, вот во мне лично, да, я там все время, у меня всегда есть свой план Б. И это всегда так, знаешь, такой, с этим планом Б я все время попадаю в просаг. Потому что в итоге все равно Господь берет то, что должен взять, и дает то, что должен дать. И дает, и приходится расхлебывать, и приходится в себе, понятно, менять. Да, со своеволием, но очень страшно, очень страшно отпустить жизни, и очень страшно отпустить, ну, то есть хочется как-то, как бы, я понимаю, что я мало что могу контролировать. Я понимаю, да, что ты так же, вот, и ты, да, и ты же не представлял себе, что ты не контролируешь себя, когда ты, там, взял, нырнул, да, и все, и потом вот все как произошло, так и произошло. Понятно, что никто не знает, где там, что за поворотом. Но вот это ощущение, ощущение какой-то своей значимости, какого-то своего характера, что я могу тут что-то, от него очень тяжело избавиться, это правда. Вот смирение, не знаю, я, например, его получила, когда я очень сильно устала от всего, от жизни, от тягот, которые на меня свалились. Вот я тогда стала понимать, что значит отпустить вообще жизнь, да, чтобы она, ну, просто, и то, это же неосознанный выбор, опять же, был, понимаешь, с моей стороны. Это опять какие-то вынужденные обстоятельства, когда я просто, ну, вот, в каком-то невменяемом состоянии уже, усталости, там, на нескольких работах и так далее, я уже просто понимала, что я не могу вообще даже отреагировать на те события, которые происходили в моей жизни. Это так я познакомилась со смирением. Но это, опять же, говорю, неосознанный выбор, это обстоятельства. Как только приходит какая-то сила немножечко, распрямляется спина, и опять появляется план Б, этот пресловутый. Опять кажется, что ты можешь что-то решить, что-то можешь изменить. А план Б, то он, план Б, опять же, мы-то думаем, что это наше, а это совсем не наше. Нашего нет ничего. Я говорил как-то об этом. Ну, это опять же не мое, как святые говорят, то, что человек, из чего состоит человек. А, по сути, человек – это ничто. Возьмем тело, да, вот сегодня все грамотные, мы знаем, что такое строение атома, да, строение молекулы. То есть, если разложить атом, то он состоит из ничего, из энергии просто, понимаешь. То есть, получается, что, раньше удивлялись, ну, как человек может собраться, вот, допустим, после страшного суда, как Господь соберет, если человек, вот сейчас он сгорел, да, или там, ну, разложился в сок какой-то. Как у вас? А, ну, это вот элементарно, строение атома. Будет изменен как-то атом по новому божьему промыслу. То есть, произойдет что-то такое сверхъестественное. Вот, и все атомы, которые вот сейчас, они летают, вот, атом же неуничтожим, это скопление энергии. Да, он вечен, атом его нигде. А эти атомы, они соберутся в одно цельное. То есть, исчез целый человек, вот такие люди пристанут на суд, но они будут иными. Тело не наше абсолютно. А то, что внутри нас, вот эта вот душа, это тоже не наше. Это Господь вдохнул. Ну, помнишь, когда Адама он создал, он вдохнул в него вот эту вот душу живую. Вот, поэтому человек – это выбор. Понимаешь, ты выбираешь между добром и злом. Да, интересно, да. Я так не думала никогда с такой стороны, что нам и душа не принадлежит. Ну, понятно, с телом-то может все что угодно произойти. Это понятно, я даже как бы это понимаю. А вот так действительно, душа ведь тоже, она просто к Богу стремится. Что такое душа? Ну, кто-то говорит, энергия какая-то, высокая энергия. Ну, об этом рассуждать даже, я не знаю, мы не можем. Просто у нас нет никаких зацепок, за что зацепиться. Мы знаем одно, что душа – это вестилище духа. Ну, вот как говорится, что человек, он троечен или трехсоставен. Но, по сути, это немножко не так. Человек, он из двух составов состоит. Это тело и душа. Что такое душа? Ну, то есть, тело – это вестилище души, да? А душа – это вестилище духов. То есть, когда человек умирает, душа духовно наполнена чем-то. То есть, дух размещается в душе внутри. И тут вот в чем вопрос. Какого духа? И Господь, когда обличал людей и апостолов, он говорил, «Не знаете, какого вы духа?» То есть, понимаешь, иной раз нам кажется, мы справедливость творим. Сейчас мы вот этому отомстим, чтобы вот он такой нехороший обидел такого хорошего человека. А дух у нас такой небожеский. И мы часто не распознаем духов. То есть, есть даже такой дар от Господа – развлечение духов. То есть, ну, дар такой существует. Господи, можешь в молитве просить, научи мне развлечать духов, да? Это твои ли они или не твои. Потому что я есть в местилище. Я не хочу стать местилищем грязного духа. Потому что в этом мире, который, особенно Москва, это, я не знаю, это совсем уже плохо. Дальше некуда. Там очень трудно. Ну, там, я не знаю, там несется все с космической скоростью. Как там ситуации настолько быстро меняются, что очень тяжело разобраться, ты представляешь? А это все уже остается. Все остается. Ну, я не знаю, какая-то сфера существует, где все записывается. Все наши дела, все наши мысли, все это где-то фиксируется. И никуда ты от этого не спрячешься. Вот истереть эту информацию может только Господь. Но, опять же, при нашем покаянии. Вот и сколько, ты представляешь, сколько там уже понаписано всего. И как тоже умные люди говорят, что лучше умереть пораньше, поменьше нагрешишь. Ну, да. Что же делать, как сказал крестьянкин? В гроб ты живым не ляжешь. Приходится в итоге влачить. Господь-то смерть дает. Ну, что значит? Он просто развязывает ее, дает ей свободу смерти. И она делает свое дело. Но иногда-то смерть подходит по завершению нашего пути. А иногда человек настолько, он непослушен, не покарив Господу, что Господь просто уже опускает руки, да, и отворачивается от человека. И смерть уже подходит и делает свое дело уже без, можно сказать, без воли человека на тот. То есть есть человек, который готов к смерти. Вот. Он уже чувствует свое соприкосновение с Богом. Вот ему уже хочется, да, встретиться с Богом. А посмотрю, сколько сегодня старых людей таких, пожилых, да, они боятся смерти, боятся умирать. От чего боятся, спрашиваются. А вот грехи вот эти вот, они этого не понимают. Но душа-то это понимает, она чувствует. Душа, с чем она предстанет перед Богом. Вот. И я же вот тоже замечаю, они вот такие люди уже пожилые. Они как говорят, поздно уже каяться. Ну, наверняка же слышал вот от кого-нибудь, да уже поздно. Каяться или менять жизнь уже поздно. Видишь, это вот одно, одно тоже из таких фишек сатаны. Когда сатана говорит, уже ничего не изменить в этой жизни. А меняется все в одну секунду. То есть направление мысли и все. Все, ты чист. И когда эта мысль еще направлена к Богу, Господь как говорит, я, если грехи твои были багряны, как снег убелю. Это о чем он говорит? Что он стирает вот эту всю информацию греха, так что эти грехи даже в нашем разуме пропадают. То есть мы даже о их существовании забываем. Напрочь. Ну, мне я же вот говорю, до 30 лет были друзья. Я вот, ну, вплоть до того, что вот еще два года назад один приходил. А помнишь, там, там то-то, то-то. А мне смешно, понимаешь? Он как будто мне обо мне говорят. Я говорю, да хватит что-то герой, ну, как это ты говоришь. Мне стыдно, понимаешь, мне стыдно. А я же понимаю, что это он обо мне говорит. А у меня этого в памяти нет. Я другой человек. Ну, да, да, понимаю. Нет, у меня бывает, что наоборот, они годами никак не уходят в воспоминания эти. То есть уже вроде, казалось бы, уже и обичуешь себя бесконечно там годами, да, и думаешь, ну, как ты можешь скупить вину, когда этого человека уже давно нет рядом, да? Как, каким образом? Все равно это жгучее чувство стыда, это возникает. Так что что-то и не отпускает. Конечно, что-то, да, что-то разрешается. Что-то Господь дает какую-то... Все равно легкость дает, конечно. Что говорить? Жизнь без Бога и жизнь с Богом – это две разные жизни. Важно, опять же, вот о рождении. Это когда внутри тебя он Бог. Но опять, как это объяснить? Вот как это? Я в том-то и делу. Как это объяснить? А как вот вроде думаешь, да, вот на причастии, да, я стою и понимаю, что такой радости я нигде никогда в мирской жизни не получаю, как на причастии. Вот на причастии, да, и после. Вот эта благодатная тишина, штиль, которая возникает там внутри души. Такой радости ни от чего на свете я не получала. Ну, от мерзких каких-то, да, удовольствий. Но потом ты выходишь, и вот казалось бы, да, всё. Как ты можешь променять это на что-то другое, да, на какие-то, ну, секундные какие-то, я не знаю, какие-то дешёвки какие-то. Всё равно выходишь из храма, не проходит и какого-то непродолжительного времени, и опять осуждение, да, какое-то, да, причём такое. Где, откуда, что берётся. Казалось бы, это очень просто. Или, я не знаю, ну, пост, пост, я не знаю, там. Мне казалось раньше, что пост — это так легко, там, я пощусь там много лет. Ну, я имею в виду пост такой физический, то есть когда ты не употребляешь, да, там, каких-то животного происхождения, каких-то продуктов. В какой-то момент я себя поймала на мысли, что и в этом посте тоже, да, можно так захотеть, я не знаю, там чего-нибудь, да, даже будь то и постной. И вот казалось бы, ты думаешь, вот у тебя награда перед тобой, да, вот ты понимаешь, что вот есть Господь, который вот уже, ну, искупил тебя, уже вот, ты понимаешь, куда двигаться, ну, как можно там расстраиваться, я не знаю, там, грешить, вот, не знаю, алкать чего-то физического, я не знаю, там, еды какой-то. Вот у меня не умещается это в голове, я вот не понимаю, как, что со мной, я думаю, может быть, со мной что-то не так. Может, есть такие люди, которые сделали выбор, и всё, и вот они уже живут в этом. Во всём надо спрашивать себя, а зачем, для чего я это делаю? У нас сегодня, понимаешь, как будто, опять же, в том же православии, такого православия не было никогда, вот как сегодня. сейчас зайдёшь в любой храм, спроси у людей, зачем ты сюда пришёл, и что ты понимаешь вообще, ну, большая часть разумительного ответа не дадут, конечно. Ну да. Вот, а люди ходят, потому что вот так вот, может быть, мода такая, я не знаю. Нет, ну, знаешь, всё-таки нельзя исключать из жизни, как благодать от таинств. Я думаю, что всё-таки просто так, просто потому что бабушка или мама ходит, ну, мало кто будет ходить, просто потому что это форма. Дети могут ходить так, маленькие, ну да. А взрослый человек, он, конечно, чувствует это всё, то есть благодать. А как по-другому ещё? То есть, как бы, понимая только что, чувствуя вот это вот. Тут, опять же, не за чувством надо ходить. То есть, чувствовать их вообще надо избегать. Вообще ощущения. Потому что мы часто путаем своё, это сейчас, как это называется, новый вот этот вот термин. Ну, как же он? Не знаю, какой. Ну, вот когда человеку не делают что-то, а ему кажется, что ему делают это. Как же это умирается? Искренне. Когда ему не делают, а ему кажется, что делают. Вот, человек лежит такой, да. Не сумею. Человек лежит, больной такой. Вот. А два там брата его в Иерусалим собираются. Они говорят, братья, привезите мне коры от Дума Мерликийского. О, да хорошо, брат, привезём, конечно. Он говорит, я верю, что мне кора это поможет исцелиться. А, плацебо может быть? Вот, эффект плацебо, да. Это в большинстве своём как раз и люди идут за этим и получают. Но просто идти за этим, многие сейчас именно за этими ощущениями идут. Да, я вот сейчас получу нечто такое, вот, чем мне станет хорошо. Вот. Но мы должны помнить, о чём писал апостол Павел. Он говорит о недостойном причащении. То есть, надо всегда оценивать своё состояние. Достойно ли я причащаться? От этого, он пишет, многие из вас больные, немало умирают. Ну, знаешь, не знаю. Порой, знаешь, бывает так, что в жизни, что, ну, просто ад. Вот я, например, да, у меня порой возникает ощущение, что я там где-то в аду уже, да, где-то нахожусь, вот в Москве, в этой среде, да, в своей. И как раз причастие, оно даёт какое-то, я не знаю, как это сказать. Ну, то есть, если бы я, конечно, могла это объяснить, наверное, может быть, я... Я же не о тебе конкретно говорю, а вообще то, что происходит сегодня повсеместно. То есть, люди, он... Человек совершенно не осознаёт, допустим, даже жертвы Христовой, а он идёт вот за какой-то пилюлей, понимаешь, получить пилюлю. Может быть, люди так за этим и приходят, то есть, каждый чувствует это, то есть, он настолько... Это же божественный, божественный, это же таинство, тайна происходит. Я так говорю, часто путают люди, очень часто путают своё с божественным. То, что человек, человек не Божий, он не может этого получить, который не знает Господа, не имеет отношения с Ним, он не может это. Да, но если и это забрать, тогда вообще непонятно. Забирать это ни в коем случае нельзя, потому что Господь сказал, если кто не будет есть плоти и пить крови, тот Царствие Божие наследует. Без этого нельзя. Просто к этому вопросу... Опять же, как к нему подходить? Надо по-детски подходить. Господь это сказал, я делаю всё. А размышлять, а в этом даже... Понимаешь, а отцы даже святые не брались, что-то говорить на эту тему много. Ну да, да и потом, Даша, что бы ты там ни рассказывал, другой человек всё равно не поверит никогда тебе, потому что это действительно опыт, который переживаешь ты, личная встреча твоя с Богом. И в том-то и дело, что у каждого она вообще своя. По-разному. Я вот у тебя хотела спросить, знаешь что? Это я вопрос написала. Я же каким образом-то, собственно говоря, вообще увидела видео? Я... Такой интересный путь у меня был от Андрея Кураева, книгу которого я читала про сатанизм и интеллигенции, а потом я перешла на Блаватскую, то есть у него там прекрасные книги есть, ну очень хорошие, интересные, мне очень понравились они, про теософию, там откуда и кто послал Блаватскую. И потом каким-то образом я перешла на видео, смотрела его, но читать было намного интереснее, чем смотреть то, что он говорит. Вот. И я услышала, он сказал, о миссионере Игнатии Лапкине. Я, конечно же, сразу же добила в интернете, кто это. И, конечно, несколько дней я была просто очарована. Я слушала, мне кажется, не знаю, сколько суток подряд. И потом я увидела где-то, я даже не помню, где у него там на странице, есть какая-то ссылка на видео с тобой. Я посмотрела его. И вот я вот хотела спросить у тебя, скажи мне, ты православный христианин? То есть действительно, там без всяких разных толков, которые сейчас существуют внутри, ты как бы православный христианин, правильно? То есть ты участвуешь в таинствах и признаёшь их всем? Конечно, у меня же ролики достают где-то. Счастья. А, да? Ну, это, прости, у меня просто нет столько времени, я не смогла посмотреть все, потому что это время надо. Вот. А я по днём не могу. То есть я могу только там украдкой по дороге. Ну, кто такой, кто такой Игнатий Лапкин? Игнатий Лапкин, это сейчас это совесть православия. Надо брать вот кладезь, тот, который, о котором говорит Кураев. То есть, как он говорит, что Лапкин открыл те пласты, забытые нами. У него, там их 15 вот таких вот издано, но очень маленьким тиражом, кое-что в интернете есть. Вот ответы на вопросы, толкование писаний и так далее. И вот в частности, да, вот он разбирает вопросы и о притяге, и так далее. Вот. О клятвах и прочее. О служении. И привносит вот массу цитат из отцов, из житийной литературы. Он очень значительный человек. С чем-то я не могу у него, со многим согласиться не могу. Он тоже меня поносит, как он по всем кочкам, да. Вот. Но, но у него много очень серьезных вещей. Вот именно вдруг он актуализирует такие пласты, опять же, не столько его мысли, а какие-то вот его цитаты из писаний, из отцов, житийной литературы, то, что мы пришли забыть. А он напоминает, да, это ведь есть в нашем притании. И нельзя это просто так вот взять и объехать на осле. На кривой кобыли. То есть мы выстроили сегодня православие, вот это вот за какие-то 30 лет, вот последнее. Оно иное православие. Оно не такое, какое было до революции. Тогда было иное совершенно православие. Вот именно об этих пластах говорит Лапкин. О канонах и о прочих вещах. Но мне очень интересно, я буду дальше наблюдать, я смотрела его разные видео, он правда удивительный человек. Начиная от имени и фамилии, которые, да, моим Богом, Игнатий Лапкин, абсолютно какая-то русская и какая-то очень понятная. И вот заканчивая тем, что действительно той правдой, которая в нём есть, та честность, с которой он, беспощадная честность, с которой он себя обличает и обличает других. Но, как я понимаю, люди, вообще в большей массе своей, они не готовы, во-первых, у них нет вырождённых морально-нравственных каких-то качеств и серьёзных каких-то скреп внутренних. То есть это всё приобретается. Не все люди готовы приобретать эти скрепы, да, и, как правило, остаются в таком зачаточном состоянии. Так вот, когда он начинает говорить о русской православной церкви конкретно, осознаёт ли он, что он вносит своей харизмой, обладая такой огромной харизмой, что он вносит страшный раскол. Не все люди могут вскарабкаться действительно туда, где находится он. Он слишком много, но ему дано было ещё от Бога, да, вот эта широта, масштаб мышления был ему, не каждый человек обладает им. Вот когда он обличает это русское православие, я посмотрела, ну, пункты, которые он там обличает, это и старчество, и канонические, и вот этой канонизации святых, это и мощи, да, то, что вот это и, что там ещё у него такое серьёзное. Но ведь русское православие и дореволюционное, оно тоже на это взявилось. Собственно говоря, и не только русское православие там дореволюции. Просто ты его перечислила, а тут надо ко всему, часто люди не понимают его, о чём он хочет донести. Тут вот берёшь мощи, тут надо рассмотреть вопросы. Лапкин, его знаешь, как можно назвать, ты его думаешь, он вносит раскол. Я бы сказал, он не раскол вносит, а это такая провокация, знаешь, как в медицине. Это я понимаю, чтобы задумался человек, это я понимаю, таланты, это у него есть. Я про другое, про то, что понимает ли он, что люди не готовы, что люди, что он очень многих может развернуть вообще, понимаешь, в другую сторону. То есть в православии хотя бы есть таинство, да, сейчас таинство. И, конечно, очень большой акцент и очень большое ударение сейчас идёт именно на благодать таинства. Конечно, не ведётся никакая работа с прихожанами, это я говорю по себе. Но у него-то есть откуда черпать, да, у него есть вот этот, я не знаю, говорю масштаб мышления, да, Господь ему дал. Но не каждый человек готов осмыслить то количество информации. Ну, послушай, а что, вот возьмём таинство, да, давай пройдёмся по таинству, таинству, венчание. Ну, смотри, он говорит, венчание не может быть без полагания венцов на голову. Сегодня венчают в большинстве храмов, венчают, венцы держат над головами, да, то есть венчается Раб Божий. Что значит венчается? Это венец полагается на голову. Ну, как может быть состоится венчание? Лапкин говорит, полагайте венцы на голову, одевайте их. Вот. Возьмём крещение далее. Он говорит, крещение в переводе погружение, омовение, то есть всего тела. До революции крестили, возьми требники, священнослужители, и там всё описано. Вот ещё 150 лет это описано, что эта католическая ересь тогда ещё начала проникать в нашу церковь, когда начинали крестить вот этим обливанием, понимаешь, или окроплением. Лапкин кричит полным погружением только. Да, он читал, да. Сегодня начинают строить эти купели, причём ему пишут, люди, священники пишут, мы купель построили. Он говорит, да, я что, я 50 лет кричу вам, вот вы сегодня только построили её. Вот она и есть в этом провокации. Да, младший брат у него есть, он протеерей, вот там, в Потеряевке, он служит. У них есть мощи в храме, всё, Лапкин в праздник предлагает, целует эти мощи. Вот он о чём говорит, о мощах? Он предлагает собрать все мощи и похоронить почестями, а для чего, чтобы вот закончить вот эту, как это? Похоронить. Я понимаю, языческое, конечно. Я понимаю, как он говорит, вообще очень хорошо, я всё поняла, про что он, он, конечно, очень вскрыл какие-то темы, про которые я тоже вообще никогда не задумывалась, серьёзно очень всё. Но, я говорю, не каждый человек способен, не каждый, как бы, способен осмыслить всё это и сделать правильный выбор, остаться в православии, да, и не начать бить, я не знаю, табуреткой своего. Зачем нам брать вообще тогда такие вот масштабы о каждом человеке? Господь тоже пришёл, не каждого, спасти, да? Он говорит, не хотите ли вы отойти от меня? Он призывает, если хочешь идти за мной, возьми свой крест, но немногие крест-то берут. Христианство, православие, оно далеко не для многих. Написано, что Царствие Небесное силою берётся, оно только для сильных, Царствие Небесное. Понятно, в угольное ушко, конечно, попробуй без усилий войти, понятно. Поэтому, если не ставить вот эти рубежи у нас сегодня в нашей жизни, мы и так настолько расслабились уже вот с этим нашим всё сегодня принято, называют модно так, диванное, да, и диванное православие, можно так сказать. Да, это понятно, но это, да, очень занятно смотреть то, что он говорит, когда особенно понимаешь смысл того, что он говорит. Я прекрасно понимаю, что действительно всё превращается в язычество, действительно, и православные среди, те люди, которые причащаются и исповедуются, и участвуют в таинствах, или помазания, то есть, соборования, да, всё равно это, вот эта пустота, вакуум, какое-то безвоздушное пространство, оно накрывает. Ну, ты знаешь, я вот тоже, когда у меня начался этот духовный кризис, да, и когда я стала искать, собственно говоря, и Игнатий Лапкин, он, в общем, это плод моих поисков как раз какого-то правильного пути, какого-то направления. Вот этот вакуум, который создался, ты знаешь, вот сколько я смотрю, что вот в Москве в разных храмах я бываю, в монастырях бываю, естественно, здесь. На вас Паском очень часто, да, бываю. Я понимаю, что сейчас действительно то, о чём он говорит. Церковь превращается в какой-то социальный институт, который по предоставлению каких-то неких услуг, как это сейчас на Западе, да, я вот разговаривала с одной женщиной, которая живёт очень много, давно в Германии, я спросила у неё, я говорю, а как вот, расскажите, как церковь вся, вообще, как она вот в мире, как она в миру существует? Она сказала, ну, это социальное какое-то, у них даже какое-то название есть, вот, и они занимаются там с больными людьми, с какими-то, и всё что-то, то есть у них есть какие-то услуги, которые они предоставляют людям. Я понимаю, что мы-то тоже, в общем, движемся к этому. Я понимаю, что вот я прихожу в Новоспасске и понимаю, что вот эта подмена, вот эта суета, которая там устраивается, да, какие-то концерты, какие-то там, я не знаю, какие-то встречи, там, с детьми у них там активная работа, там, да, вот эти все воскресные школы, но это всё подмена, это всё подмена. И плоды, в итоге, конечно, они что, они вот и получаются, плоды этих подмен. Но уже дальше некуда, или что, уже настолько, уже все как фантики стали, люди ничего не имеют, ни за сердцем, ни за душой. Уже всё, мир покорил людей. Понимаешь, тут уже, как помнишь в Евангелии, Иоанн Креститель, когда он уже просто выходил и кричал, что вы покаетесь, приблизились. Вот и Лапкин сегодня, он как глаз вопиющего в пустыне, он кричит уже, понимаешь, но всё, мир к концу подходит, мир к завершению подходит. Ну, давайте что-то, давайте люди встанем, исправим, что-нибудь делаем. А что сделать можно? Это только взять себя в крепкие, такие вот, клещи, и, а иначе никак. Мелкими какими-то шагами, какими-то, вот этими исправлениями, незначительными, незначительными нельзя. Только брать и делать какое-то вот именно хирургическое вмешательство, просто удалять опухоль и всё. Вот, он уже что предлагает? Вот, брать, взять, прямо закрыть храмы, понимаешь, на три месяца, и всем православным быть, и вот, если вы в Москве там, да, находите, выходите, ну, хотя бы, тысяча две, если ты человек наберётся, прям, выходите три месяца молиться, ну, не на площади где-то, я не знаю, в другом месте куда брать. Вот, а через три месяца, через катехизацию уже, через вот такое, знаешь, научение, запускать людей в храм, чтобы в храме уже люди стояли, ну, искренние, истинные верующие, которые знают, зачем они туда пришли. Вот, чтобы не было вот этого брожения, вот так вот, и начинать. А иначе что? Оно разбавляется уже до тех, пор, пока уже ничего не останется. Ну, так оно и будет, как бы, мы же все знаем, чем закончится. конечно. Только это мы и придёт, я так, ну, вижу, конечно, тенденции их же не скрыть. Даже у нас, вот, насколько, казалось бы, да, вроде все условия есть, да, для того, чтобы здесь такой регион, в общем-то, всё спокойно, не нужно восстанавливать там, я не знаю, храмы, как вот я была недавно на Псковщине, да, у одного батюшки, ну, просто там же вот разруха такая, что, как он это всё будет собирать, вот такой приход ему дали. Вот, а здесь всё как бы благополучно. Ну, чем занимаемся мы на приходе? Фестивали детские организовываем, да, зачем они нужны? Фестивали детские пасхальные, кому они нужны? А я не могу, ну, как бы, приходя на исповедь, не могу ответов найти никаких, то есть, а мы, как бы, силы тратим на то, чтобы развлечь всех, чтобы всем было хорошо, накормить всех, кашей вкусной там какой-нибудь, блинами, ещё чем-нибудь. Из людей вычистили вот это понимание, да, духовного состояния человека, которому сегодня нужно искать людям. Вот, а всё по плоти, всё по плоти, вот это развлечение плотское. Вот. Вообще, плоти, ну, опять же, фактор рождения, в чём он ещё, можно найти его, когда человеку становится стыдно, ну, свою плоть, знаешь, я не знаю, чем-то, угождать плоти своей, можно так сказать. Вот угождать плоти становится стыдным. Уже ничего не обличает, я говорю, Москва – это торжище, торжище настоящее, страшно смотреть, что происходит. Хорошо, что мы с тобой ещё разговариваем на эту тему, ты понимаешь, мы сидим сейчас и общаемся, да, какие-то темы поднимаем, сейчас пройдёт ещё 5-10 лет, люди об этом не будут говорить совершенно, сейчас вот оно ещё одно поколение, оно подрастает, да, они вроде люди молодые ещё, да, среди них много таких адекватных людей, культурных, можно сказать, прилежных людей, но они не духовные, они плотские, они по плоти, всё для тела, всё для туловища, всё для мяса. А потому что информационная среда такая, это создают, это понятно, что это очень большие усилия делаются, бросаются очень большие силы для того, чтобы создать такую определённую информационную среду. Я просто, я работаю в рекламе, очень увлекалась этой темой, вообще в какой-то момент поняла, насколько реклама это непорядочная деятельность, насколько он нечестен, потому что ты всё время заставляешь человека, то есть маркетологи, это ещё, я не знаю, ещё худший, как сказать, ещё худший вариант рекламщика, такого, самого низкого пошива, потому что маркетолог вообще вынуждает тебя, он уже это делает на уровне, если рекламщик тебя ещё как-то пытается убедить, то маркетолог, он просто влезает в твоё подсознание, то есть он там уже взывает к каким-то твоим, таким каким-то рефлекторным уже вещам, то есть уже рефлексы, да, затрагиваются. Вы бедные люди, меня вот жалеют, да, вот, ты хотел бы давно, бы уже встал, вот я не хочу вставать, я не хочу туда, куда вы ходите каждый день, куда вы окунаетесь, в это болото, я не хочу, меня эти четыре стены, вот эти вот, уешенные иконами, они меня настолько умиротворяют, я хочу тут быть, понимаешь, пока я жив, пока я в этой плотине окажусь, я не хочу никуда. У тебя даже сомнений не возникает, вот, да, то есть ты вот действительно хочешь, не хочешь. Даже близко, даже за всё время, что я вот лежу, 16 лет скоро будет, у меня ни разу вот этого состояния не было, что я хочу встать на ноги. Вот такое состояние, долга, сколько вот это моё, этого я искал всю жизнь. Мне не верят, понимаешь, люди, но я вот перед Господом говорю, ну, для меня, я считаю грехом обманывать, поэтому я и говорю откровенно. Я не хочу туда греха. Это просто слово понять, понимаешь, в том-то и дело, поэтому сложно поверить, потому что сложно понять это. Как это? Потому что я, смотри, я полжизни, 30 лет в грехе прожил, я знаю, что такое грех. Я боюсь этого состояния, ну, тяжело, вот опять туда, понимаешь, не то, что там грешить, а даже вот соблазны, зачем мне это нужно? Я не хочу вот под это все попадать, под эти соблазны. У меня сейчас нет никаких соблазнов. Ну, мне иногда бывает там повкуснее там поесть, да, вот иногда что-то вот, дай мне вот это повкуснее. Ну, я, конечно, так уже не делаю, а там матушка периодически искушает, мне подойдёт на вот это вот это получше. И, ну, вот опять-то меня искушает. И всё равно беру же этот кусок повкуснее, вот это для меня искушение. А там-то, где вы паритесь там в этом метро, я не знаю, где там ещё масса скоплений народа, это же я не представляю. Да, это представить сложно и назвать сложно жизнью. Вот когда я увидела Игнатия Лапкина, то, о чём ты говорил, меня, как это, поразило настолько до глубины моей души. Я увидела духовного человека впервые за всю свою, наверное, жизнь. вот такой высоты дух, то есть такой крепости и такой высоты духа я, конечно, не встречала. Я представила себе, что раньше наши бабушки, дедушки, у меня там прабабушка была молитвенница, где там иконы достались от неё. Она такая и была. Они такие и были все. Они вот такие все и были, в том-то и дело. А сейчас, конечно, как не посмотришь на человека, вот гнилушка, вот гнилушка, вот гнилушка. И тут даже дело, как бы не в осуждение, а в том, что действительно духа нет. Нет духа. Трупы ходячие. Господь тогда сказал, помнишь, в Евангелие к нему обратился, один говорит, подожди, мне надо отца похоронить. Он говорит, пусть мёртвый из своих мертвецов коронит. То есть он тогда уже людей вот таких, ну, которые заботятся больше о мире, он мертвецами их называл. Конечно, очень сложно и тяжело найти что-то. Вот эти вот видео, которые там ещё какие-то остатки, да, Гурьянова, то, что до нас дошло, да, это Крестьянкина ещё с его проповедью, книжки какие-то. А так вообще, конечно. Господь ещё как-то держит. Вот ещё сейчас предстоит нам с этими выборами, там, не знаю, что будет, конечно. Сегодня вот мы с Лапкиным общались на эту тему, на этих, ну, вот, что, как-то, как думаете? Я говорю, Путин является сегодня вот удерживающим таким фактором, ну, как в откровении написано, не сможет сатана войти в мир, пока не будет взяться средой удерживающей. То есть, Дух Святой сегодня над землёй всё равно Божий, вот это вот он, ну, и большинство над русской землёй, конечно же, эта земля, уже все земли развращённые, Америка, Европа, там, там уже о них говорить нечего. А над русской землёй ещё, видишь, держится вот этот вот Дух Божий. Вот, и как только он забран будет, всё, это произойдёт, вот эта вот катастрофа, то есть, она как в войнах, в катастрофах, в таких природных катаклизмах произойдёт, ну, так и в умах людей. И вот Путин, он как бы, ну, удерживающий, и Дух Святой как бы его держит, вот это вот, знаешь, от Бога, вот он, вот этот президент. Потому что сейчас, когда если случись вот какая-то революция, а она же назревает вот именно к выборам, что-то будет? Её просто создают, не то чтобы она назревает, её просто готовят массово. Назревает Дух, вот этот вот людской Дух, он умножается, он растёт, понимаешь, вот. И остаётся только ждать сейчас, вот что будет. А будет что-то, будет очень серьёзное. Да, я тоже это понимаю, что так не может бесконечно продолжаться. И какое-то вот это вот, и то, что внутри России, ну, видишь, к сожалению, он, конечно, сдерживает какие-то внешние факторы, но то, что происходит в России, то, что я смотрю сейчас, да, вот я сталкиваюсь с этим каждый день, это страшные вещи, то, что происходит. Человек абсолютно незащищён. И он и в том числе становится таким повреждённым, именно потому, что ему абсолютно не на что опереться. То есть вообще не на что человеку опереться. Везде тебя подстерегают где-то, особенно здесь. Здесь только ловцов за чужим золотом, столько таких вот, каких-то таких этих чёрных каких-то дельцов, которые готовы всю душу вытрепать. Ужасно вообще. Да, на самом деле, это правда ужасно. А это люди-демоны, это уже не люди, это вот именно воплоти вот такие демоны. То есть там по духу, по духу чисто демоническое создание. Потому что не может человек, у которого душа есть, такие творить вещи, как порой, которые ты читаешь там. Но самое страшное, что ладно бы они были, знаешь, например, как Гитлер, да, ну это как бы выдающий человек, легендарная личность, личность. А этим духом, вот этим каким-то, вот этим вот чернотой вот этой обыкновенные люди вокруг, они очень уже раздражаются этим. То есть вот просто обыкновенное вот это общество. Нет сплоченности, уже понятно. Здесь, в Москве, просто все это какая-то волчья стая. Вообще ничего, по-моему, человеческого уже не осталось здесь. Здесь просто люди выживают. То есть они здесь как каждый день, как на войне, прожить. Поэтому вот Евангелие Откровения говорит о начертании, да, вот кто примет вот начертание на лоб, на чело или на руку свою, тот будет пить вино ярости. Ну да, это начертание относится, конечно, вещественному, вот к этому чипу там и к прочим, как это называется, средством слежения, средством контроля над человеком. Но в первую очередь это духовно надо рассматривать вот это начертание. начертание на лоб это признание признание вот этого сегодняшнего миропорядка. А начертание на руку это участие в этом миропорядке. То есть когда человек соглашается с этим, с этой ситуацией, со всеми, он принимает как бы, понимаешь, вот это все и участвует, становится участником. Ну да. Вот оно и все. Вот главное не стать, не так страшен вот этот чип, о котором сегодня много кричат. Как страшно стать соучастником духа этого. Да, частью этого механизма, да. Да, как мы все здесь, мы в этих шестеренках. Да, конечно, все это серьезно, но как это все исправить, как это все изменить, куда деться, когда... только в Господе нам не стараться не надо, только спрятаться за Него, и Господи, да будет воля Твоя каждый день говорить, Господи, делай как Тебе угодно, как Ты. Не как я, но как Ты. Все. И Он пойдет такими путями, что Ты будешь упираться, брыкаться, но и Те надо. А иначе чего? Иначе не спастись-то. Да, если бы еще понимать, если бы каждый человек, который сейчас живет, понимал, к чему это все придет, а придет это... Ну, если придет, конечно, не знаю, если что-то не произойдет серьезное, как обычно говорят, война, да, война, она людей встряхивает настолько, что они становятся людьми. То есть, как она... Война, побуждает человека, да, становиться человеком. То есть, у него проявляются какие-то... Это все раньше было. Откровение, что нам говорит? Что народ уже настолько, вот, он по грехе своем погряз, что никакие катастрофники и войны, никакие катаклизмы уже не исправят. Описано, что когда Господь вот послал, вот, ангелов, да, вылет чаши на землю, вот, чаши гнева Господни, вот, когда вот начнутся, вот эти войны, катастрофы, там, ну, голод, землетрясение, всевозможные. Вот. И даже переживая вот эти все ситуации жизненные, написано, что люди не покаятся. Они не покаятся. Не тогда будет умерщена сначала третья часть, потом еще третья часть населения, и народ сегодня покается. Даже при вот этих войнах и катаклизмах. Покаяться можно, когда у тебя есть шкала, от которой ты как бы отмеряешь свои поступки, когда у тебя есть система ценностей, тогда ты можешь покаяться, а когда у тебя уже ее нет, вот как у наших детей здесь, да, ну, уже все, уже нет вообще системы ценностей никакой, то есть у него там нет ни стыда, ни совести, вообще нет никаких понятий. Поэтому понятно, да, что я понимаю, что готовится к чему-то и мир, вижу, что есть, будут какие-то изменения, и прям действительно они влетают в воздухе, и правда, ты правильно очень сказал, что революционный дух этот, он действительно такой уже в каком-то тонусе находится. А в Москве я вот сейчас с тобой разговариваю, а прямо из твоего экрана он идет оттуда, в Москве вообще, я не знаю, как вы там живете, его оттуда бежать надо. Бежать надо, Сергей, понятно, да, у меня тоже мысли это в последнее время неустанно, потому что вот так вот накроет нас тут всех, а мы даже прокормить себя не сможем, то есть на земле ты хотя бы можешь посадить что-то. Но я знаю, что хотела, да, понятно, это все, это повод для размышлений пищи, конечно, да, менять надо свою жизнь, я уже поняла это как-то, пока, видимо, не готова, но, наверное, будут какие-то выходы, потому что страшно, как всегда, к чему-то новому, неизвестному, очень страшно обернуться даже, не то, что там, просто страшно смотреть в неизвестность, так ты более-менее, вроде знаешь, как будет понятен какой-то, какая-то более-менее какая-то налаженная жизнь, какая-то стабильность есть, так ты понимаешь, с чем ты можешь столкнуться завтра, утром встав и пойдя на работу, вот, но я хотела, знаешь, что у тебя еще спросить, ты тогда мне написала, что судьбы нет, вот это очень важный момент, который хотела я у тебя уточнить, я читала такую фразу, то есть, эту мысль я читала у Кристианкина, Иоанна Кристианкина, я не смогла тоже вместить этого смысла всего, то есть, я пыталась найти, как бы, А чего он писал-то? Он сказал, он писал, я не помню, сейчас надо искать книгу эту, но он говорил про, он сказал, что нет предопределенности, ну, собственно говоря, как ту фразу, которую ты сказал, что нет судьбы, то есть, предопределенности нет у человека. А как же, как же вот это может быть, как же это может быть, если, ну, как это, сейчас я вот думала, тоже размышляла на эту тему. Мы просто путаем, честно, человек, есть предвидение Божие, когда Господь знает, а нас все знает, до секунды, он знает до секунды всю твою жизнь, что ты сделаешь, понимаешь? Ну, это вот, это именно... Это касается как прошлого, так и будущего, то есть, получается, все равно какая-то судьба. это Бог знает, вот, и даже Бог знает, что ты захочешь изменить свою вот судьбу, вот эту так называемую, и об этом Он знает. Бог знает о нас все, а изменить мы в силах. Поэтому свобода у нас существует, вот это, от Господа. Это у мусульман такой Бог, который, который управляет людьми, то есть, как бы, они, как мусульмане, верят, что все от Бога, да, так Бог управил, вот, чтобы не произошло. А нам Бог дает полную свободу, действие. Ну, подожди, а вот, например, случай, который с тобой произошел, да, который изменил всю твою жизнь, разве это не судьба? Как же это не судьба-то? Как это можно... Что это такое? Случайное стечение обстоятельств, которые... Что это такое? Ну, как событие. Ну, событие, то есть, оно не было прописано в книге твоей жизни, скажем так, да, грубо? Это, это возможно даже, знаешь, как, вот, Иову возьмем, допустим, сатана к Господу подошел и говорит, да, у тебя людей-то нет, которые тебя любят, там, почитают тебя. Он говорит, как же нету, есть вот у меня люди такие, вот Иов. Он говорит, давай, хочешь ли я его испытание, и он на первом испытании провалится, он тебя возненавидит. А он говорит, ну, делай с ним все, что хочешь, чтобы души его не трогать. Ну, разве это судьба? И смотри, сатана начинает его крутить по-своему, знаешь, всю жизнь его перестраивает. Это же не судьба. Ну, и тут же Господь может помешаться и остановить, допустим, сатану, что он и сделал. Ну, что это тогда, я не знаю. Ну, это, опять же, вернемся к тому, что у нас нету, есть только принятие духов. А как вот говорили, например, что Серафим Саровский, например, родился, помнишь, да, у него какие чудесные всякие были, ну, и очень много же таких историй, когда дети маленькие, ну, в смысле, святые, в юношеском и там, в детском возрасте, что они уже были отмечены. То есть, это уже какая-то судьба есть, понимаешь, вот так получается. Но в маленьком возрасте человек не может принимать никаких решений, какой выбор он может сделать. Он же неосознанный, но тем не менее, на нем какая-то печать стоит, и все понимают, о, да, действительно, там, как Серафим Саровский упал там с колокольней, да, с высокой, и остался целый. Если была судьба, да и смысла не было нашего существования. Это матрица сегодня, вот, называют, изобрели новую такую теорию, да, матрицы. Вот это и есть судьба. Но Господь наш живой, и нас сделал подобными себе, мы живы, мы постоянно, вот эта вот, вот эта энергия в нас, она постоянно работает, и постоянно мы перед выбором, сталкиваемся с выбором. Да, нет, да, нет, тысячу раз проходят в наших мыслях. Вот получается, смотри, из-за того, что люди так заблуждаются, они пытаются все время свою судьбу узнать, то есть отсюда и возникают, да, эти гадалки, все там, всякие экстрасенсы. А если нет предопределенности, действительно, то есть это, ой, это какая-то интересная мысль. надо подумать. Ты думаешь, они предсказывают гадалки судьбу человеку? Они настраивают... Попадают на них, они попадают же, когда это бывает. Но так же бывает, что... Они настраивают человека на определенные действия его. То есть человек, получая вот эту информацию, он начинает предопределять ее в своей жизни, то есть он выстраивает так свою жизнь, что сам туда и вляпывается, в ту лужу. Слушай, ну правда, это действительно, разве можно так заставить человека? А как? Да ну, опять же, он принимает этого духа и верит в него. Он поверил, он не Богу верит, а вот этого духа принимает от гадалки. То есть она поселяет в него вот этот дух, который руководит его потом по жизни. Допустим, в жизни какой-то ситуации встречается, опять того же выбора, человек говорит, да нет, вот гадалка так вот сказала, значит мне нельзя туда, понимаешь. А это вот как раз то, что ему нужно было. А он идёт тем путём, который гадал, как сказал. И он рано или поздно выйдет. То есть получается, что каждый святой, который жил, то есть он просто делал осознанный выбор такой свой, то есть он мог в любую сторону повернуть получается? То есть нет этой предопределённости, то есть нет этой определённости в том, что этот человек именно святой проживёт именно такую жизнь святую. То есть он запросто может, я не знаю, А его выбора не было. Написано, уже не я живу, но Дух Божий живёт во мне. Человек не руководствуется своими мыслями. Опять к Духам возвращаемся. Дух Божий в нём живёт, и Дух Божий за него всё решает. А, я поняла. То есть, святой, как раз достигая вот этой прочной связи с Богом, получается, живя в Духе, получается, что он просто руководствуется, то есть делает правильный выбор именно благодаря тому, что он с Духом. Ну, конечно. Серафим Саровский о себе как писал? Он говорит, что когда я был не в Духе, тогда я ошибался. О себе он сам так говорил. Ну, все мы, они святые, опять же, с чего мы начинали, что они все люди. Конечно, человек по суете какой-то о своей там, ну, нерасторопности такой, или мало ли, по гордости какой-то, которая раз вошла в него. Он что-то от себя ляпнул, а подумал, что это от Бога. Но потом он помолился, и он понял, что это не от Бога было. Вот и всё, тут же он попаялся человеком. Но я не именно конкретно о Серафиме говорю, а вообще о человеке любом, который с Духом живёт. Наверное, да, действительно, тогда получается, я, наверное, только издалека его увидела. Я имею в виду, то есть, я даже и не знаю, что это такое получается, жить так. Потому что сложно вообще свои поступки оценивать. Только уже там откатившись на какое-то расстояние, уже понимаешь, что это неправильно было. Вот в бандитской сфере бандиты хорошо это знают, у них чуйка называется. Допустим, у воров там, вот они, знаешь, как авторитетные есть воры такие, они дела делают просто, чувствуют, знаешь. Это Дух, который, опять же, Дух, он тоже Дух не от Бога. Он знает и предупреждает человеку, так сегодня туда лезть нельзя, сегодня тот человек, этому человеку это скажет, этому это скажет. Дух, то он летает, не Божий. Тоже всё видит и всё знает, кто о чем дышит, кто о чём говорит. Понимаешь, и эти люди, они руководствуясь вот этим Духом поступают, они становятся авторитетными там ворами в законе, руководствуясь этим Духом тоже. Но рано или поздно он их всё равно обманет. Хоть даже через много лет. А Дух Божий он никогда не обманет, на него можно полагаться уже. Сатанат видит, что его, как называют, обезьяной Бога, да? Что он подражает во всём. И он действительно, он во всём подражает. Важно нам научиться разделять Дух Божий, а разделять чем можно. Первый признак, если не от Бога Дух, то это сомнение. Да бывает такое, я много раз такое чувство, сама понимала, что мысль, она приходит, вроде бы упрощаешь Бога, думаешь, Господи, ну вот как же быть-то? И раз приходит мысль такая неожиданная, такая кристально чистая, не вызывает сомнений, да. Я отсталкивалась с этим, что как будто действительно Господь настолько тебе влагает мысли эту голову. А здесь стяжание Духа Святого, вот как раз и работает над тем, чтобы постоянно вот приходило вот это состояние, оно у каждого по-своему, у кого-то часто, у кого-то реже, у кого-то ещё чаще там, да. Поэтому вот и здесь и есть стяжание. Господи, как мы молимся и просим, приди и вселиси вны, да, и очистенные от всякие скверны. То есть мы просим о Его поселении в нашем сердце, в нашей душе. Нет, ну знаешь, мы с тобой так хорошо поговорили, у меня даже какие-то картинки появились как-то, то есть для меня это было всё очень тёмный лес, я совсем не понимала. То есть получается и уныние тоже, да, когда ты живёшь и в унынии, это тоже получается, ты отсоединяешься и, конечно, не слышишь уже ничего там, да, никаких там как-то нет. Уныние вообще святые называли это содействие сатане. Человек, когда унывает, он работает сатане, помогает в чём-то даже. Ну это очень сложно без уныния быть, особенно когда есть такая суета, это очень, я вообще никак не могу справиться как раз-таки, потому что накатывает оно, накатывает и прям сжимает душу вот это уныние. Не знаю, как с ним бороться, потому что и молитва не идёт, и вообще не понятно. Да, что там, я не знаю, мне в жизни ни разу я не испытывал ни одной секунды, но я опять же за это Господа благодарю. Ну, видимо, Господь таким наградил, когда уложил меня, видимо, дал вот этого. А люди такие, знаешь, как унывают. Я со многими общался там вообще пешмар. Ну в том да и дело, я вот поэтому тебя спрашивала, не было ли у тебя сомнений никогда, не хотел ли ты опять, как бы, знаешь, как люди возвращаются, а если бы я этого не сделал, то было бы всё по-другому, да, вот так вот. Даже близко ничего не было. Да, Господь, конечно, удивительное дал тебе. Это меня, на самом деле, как раз-таки в этих глазах твоих и увидела я этот свет необыкновенный, потому что, ну что, я не видела таких людей в таком состоянии, видела, конечно, да всяких видела, но так, чтобы вот оказалось мне что-то необычное. Вот ты сейчас говоришь, и это очень сложно в это поверить, что ты не сомневался ни секунды, то есть ты не возвращался, не отматывал эту плёнку, да, жизненную. Я говорю, ну почему я так сделала, ну за что мне этого? Это очень сложно вместить в себя. Спасибо, Господи, потому что мне это очень надо было, и я понимаю, что, и я тоже это очень хорошо поняла, что здесь есть что-то такое, что я смогла, ну, то есть я получила от сегодняшнего разговора, действительно. Я сейчас пойду, понятно, подумаю на эту тему. Вот, я у тебя хотела спросить, можно ли ещё когда-нибудь, как бы, периодически... А почему нет? И какие-нибудь будут темы, вопросы, давай пообщаемся, почему нет. Я до этого и лизу, меня Господь на койку на эту положил сейчас, и вот, я же умирать всё собрался, вот, а тут видишь, на меня как стали, как стали там молиться, сотни людей, я даже не представлял, что такое возможно. И Господь вот опять исцеление посылает, сил опять даёт. Вот, поэтому, чё ж, если от меня есть опять польза, я готов и поговорить. Да, потому что я понимаю, что не хватает мне этого общения, нет у меня такого общения здесь, нет его, вот нет его просто. Я понимала прекрасно, да, когда я посмотрела фильм, я поняла, что оно может быть, и какие-то вопросы я смогу разрешить. Поэтому, если ты позволишь, я... С удовольствием, с радостью. Хорошо. Ну ладно. Тогда что? С Богом отправляемся. До встречи. Всего спокойной ночи. Богу. Да, пока.